поэт поколений к величию есть только один путь, и этот путь проходит через страдания, так говорил Альберт Эйнштейн. Чтобы не страдать, поправляйте свои наушники, настраивайте комфортную громкость, заваривайте чай, мы вернулись с новым выпуском. Сегодня мы будем говорить об образе поэта в творчестве Лермонтова. В студии по-прежнему я, ведущий Сергей Перепелкин, филолог, и филолог-аспирант Института филологии и журналистики и межкультурной коммуникации Южного Федерального Университета Алисия Андреевна Карабасова. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня будем разбирать два произведения «Я жить хочу, хочу печали» и «Не обвиняй меня всесильный», она же молитва. Произведение написано с небольшим временным разрывом, молитва написана в 1829, «Я жить хочу» в 1832 году. В этот раз начнем с более позднего произведения и поговорим немного о контексте, в котором создается это произведение. Лермонтов переезжает из Москвы в Петербург, когда его отчисляют из Московского университета. Ему всего 18, и он собирается связать свою жизнь с военной службой. Жизнь, которая кардинально отличается от его юношеских лет, когда он рос в имении своей бабушки, был окружен всеми возможностями и всеми благами, если можно так сказать. Видимо, Лермонтов на этот раз даже рад изменениям, судя по тому, что мы читаем. Если в парусе поэт находится на распутье, то сейчас он все же предпочитает бурю вместо штиля. Что нам хочет сказать Лермонтов в этом произведении? Прежде всего обратим внимание на традиционный для романтизма образ, образ стихии. В парусе это было море, как вы помните, символизирующее жизнь, судьбу, а в «Я жить хочу, хочу печали» это океан. Причем этот образ визуально почти в центре, он очень важен, подчеркнут вопросами, запараллелен с самой жизнью. Я бы даже сказала, что он ключевой, ведь благодаря этому композиционно-семантическому центру открывается истина. Без страдания невозможно творчество, без творчества невозможен поэт. То есть по логике любой поэт должен страдать. Именно поэтому Лермонтов предпочитает бурю, а не штиль. Он предпочитает страдать, и значит жить, и творить, а не погибать постепенно. Как мы и любим, находим влияние Пушкина и в этом стихотворении. Начало «Я жить хочу, хочу печали, любви и счастью на зло» рифмуется с известными нам строками Пушкина «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, и ведаю мне будет наслаждение, меж горести и забот и треволнения». Здесь мы говорим о страданиях творца. Пытаясь немножко переиначить и переосмыслить слова Пушкина, Лермонтов говорит о назначении поэта, о его судьбе, о его пути. Не познав страданий, ты не становишься настоящим творцом. Этим произведением он пытается найти предназначение не человека в обществе, а поэта, который должен выйти из зоны комфорта. При этом Лермонтов разделяет лирического героя как транслятора мыслей и поэта. Вначале мы видим «Я жить хочу, хочу печали». К концу поэт у нас становится им. Он говорит «Он покупает небо звуки, он даром славу не берет». В чем задумка Лермонтова? Чудесно, что вы обратили внимание на грамматику текста. Действительно, местоимения нам всегда очень помогают, учитывая, что текст достаточно короткий, можно обратить внимание на… точнее, нельзя не обратить внимание на эту деталь. Мне кажется, что через местоимения личные «Я» и «Он» первое и третье лицо, мы видим с вами такую очень важную для каждого поэта проблему противостояния героя человека или просто человека и героя художника или просто художника. Другими словами, Лермонтов в этом тексте задаётся вопросами о том, кто он, человек ли, который хочет обыкновенного человеческого счастья или творец, который должен презреть всё человеческое, земное и стать мессией, стать пророком, о котором мы уже много говорили. Лирический герой или лирическое «Я» действительно отделяет себя от «него» в кавычках творца, того, кого мы называем гордым словом поэт. Это противоречие, к сожалению, неразрешимо, но что, в принципе, коррелируется с романтическими принципами. Другими словами, то, чего жаждет лирический герой, недостижимо для него, потому что невозможно одновременно быть счастливым человеком и выполнять возложенную на поэта миссию. Он не первый, кто об этом задумывается. И помните, в поэте Пушкина «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен. Молчит его святая лира, душа вкушает хладный сон, и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепетнется, как пробудившийся орел». Кстати, и в тексте Пушкина, и в тексте Лермонтова есть образ Бога. У Пушкина это Аполлон, а у Лермонтова Всевышний. Конечно, я тонко намекаю на второй текст, о котором мы планировали поразмышлять. Во втором произведении, которое называется «Не обвиняй меня всесильный» или «Молитва» Лермонтов уже узнаваемо. Мы видим и мрачную лирику, и лирического героя дерзкого и мятежного. Но есть небольшая загвоздка. Он не раскрывается перед Богом. Он диктует свои требования. Можно ли назвать это произведение молитвой? А что такое молитва? Ну, как жанр? Что мы вкладываем в молитву? Мне кажется, вопрос первый, который возникает при прочтении названия стихотворения, второго названия. Понятно, что молитва — это разговор с Богом, самоанализ, эмоциональное переживание, которое должно привести к разрешению, облегчению, даже, наверное, близкому к тому, что люди испытывают после исповеди. Каноническая молитва, мне кажется, многим известна. Это «Отче наш». Она единственная каноническая, которая нам известна. Состоит из таких композиционных частей. Я нашла. Это «Обращение», «Хвала», «Просьба», «Покаяние» и «Итог». Я предлагаю попробовать усмотреть эти части в Лермонтовском тексте. И вот даже невооружённым глазом видно, что нет ни хвалы, ни покаяния, ни итога молитвы как такового. А раз нет итога, то и нет этого чувства облегчения, прощения, освобождения. Другими словами, цель молитвы не достигнута. Лермонтовский герой Богом не прощён. Да, потому что итог у него превращается в торг. Он не пытается выпросить у Бога каких-то вещей, которые при молитве обычно просит человек отпустить грехи или всё остальное. Но не от истинного раскаяния. То есть он просто не говорит, что он виноват, что он изменится, что он исправится. Получается, он действительно с Богом как будто бы на равных говорит. То есть это такой богоборческий мотив творчества Лермонтова. Мы ещё увидим это не раз. Более того, он говорит, за то, что мир земной мне тесен, к тебе ж проникнуть я боюсь. И часто звуком грешных песен я, Боже, не тебе молюсь. Герой говорит о том, что он даже не Богу молится. А кому? Вопрос. Вопрос. Герой декларирует свою близость ко всему земному. постепенно продвигаясь к тому, что его, собственно, беспокоит. Герой тесен земной мир. Творчество толкает этого романтика преодолевать его границы. Герой молитвы осознаёт, что путь самоограничения, самообуздания, какого-то аскетизма губителен для поэтического дара, для дара его как творца. В интонациях этого монолога иерического можно слышать недоумение и упрёк. Если герой стал избранником Божиим, носителем Божьей искры, о которой и Пушкин говорил, зачем же его ограничивать? Зачем ограничивать лаву вдохновения рамками традиций и условностей? То есть лирический герой Лермонтова настолько крут, что он упрекает Бога в том, что тот создаёт автора, поэта, художника, но не создаёт условий для того, чтобы этот автор, творец художник, мог по-настоящему творить и делать великие дела. Ну, ничего себе самооценка. Вот лично я немножечко поражена. Ну, Лермонтов в целом меня очень всегда удивляет. И мне кажется, что ответ на этот вопрос отчасти можно найти в форме произведения. Только послушайте, как звучит первая часть. Я попрошу вас прочитать. Не обвиняй меня всесильный, и не карай меня, молю, за то, что мрак земли могильной с её страстями я люблю, за то, что в душу редко входит живых речей твоих струя, за то, что в заблуждение бродит мой ум далёко от тебя, за то, что лава вдохновения клокочет на груди моей, за то, что дикие волнения мрачат стекло моих очей, за то, что мир земной мне тесен, к тебе ж проникнуть я боюсь, и часто звуком грешных песен я, Боже, не тебе молюсь. Мы слышим, насколько плавная первая часть, как она достигается. Лермонтов использует аллитерацию, аллитерацию на звук М. И не только на М. Напомним, что такое аллитерация. Это фонетическое средство выразительности, суть которого состоит в повторе согласных. И в первой части, которая несколько больше второй, в два раза почти, мы слышим аллитерацию на М, на сонорный звук, который позволяет нам проникнуться такой даже, опять скажу это слово, медитативностью, таким вот размышлением, плавным ощущением спокойствия. Хотя, как мне кажется, под конец первой части это спокойствие нарушается, там уже появляются взрывные Б, К, то есть такие звуки, которые заставляют нас немножко тревожиться. Кроме того, мы слышим здесь и ассонанс на букву О. А сонанс – это такое же фонетическое средство выразительности, только суть его состоит в повторе гласных, как вы уже догадались. И вторая часть, наиболее интересная, мне кажется. Давайте обратим внимание, на что здесь аллитерация. Здесь аллитерация у нас на свистящие и шипящие. «Но угаси сей чудный пламень, всесожигающий костер, преобрати мне сердце в камень, останови голодный взор, от страшной жажды песнопенья пускай творец освобожусь, тогда на тесный путь спасения к тебе я снова обращусь». Ну вот я никогда не шепелявила, а тут вдруг. Обратите внимание, насколько звучание этой части напоминает нам, как тухнет пламя, о чем еще говорит последние две строки «Тогда на тесный путь спасения к тебе я снова обращу». То есть последний звук у нас, собственно, последний звук, который мы слышим. Как будто костер погался. Как будто погас костер, да. Шипящий уголь такой. Да, действительно, первая часть такая более звонкая, мелодичная, ведь сонорные звуки, они ведь помогают вот этой музыкальности, да, реализоваться. Под конец лирический герой Лермонтова склоняет голову, ведь до бога ему все-таки далеко. Подытоживая, можно сказать, что в центре внимания молитвы психология внутреннего конфликта, когда лирический субъект нуждается в поддержке некого светлого высшего начала и одновременно осознает самоценность личности, стремящейся к свободе и к творчеству. Лучше не скажешь. Имеющий уши да услышит, имеющий зрение да увидит, имеющий терпение дождется нашего следующего выпуска. Вам большое спасибо, Олеся Андреевна, за сегодняшнюю беседу. Спасибо вам, что позвали. Да. А с вами, дорогие слушатели, мы услышимся позже. Следите за нашими обновлениями. Не забываем подписываться на наши соцсети и следить за тем контентом, который мы готовим для вас. Издательский дом «Медиа-Юг» при поддержке президентского фонда культурных инициатив реализует проект «Поэт поколений». Это мультимедийный проект, приуроченный к 200-десятилетию великого русского поэта и писателя Михаила Юрьевича Лермонтова.